всем привет в этом видео я хочу показать как в одной из местных столярок делают мелкий ремонт на дверных филонках на дверях вот эта девушка делает достаточно лихо эти ремонты подружными средствами без специальных приспособлений и инструментов сейчас она выбрала пальчиковой фрезой дефект это может быть сучок или просмол смоляной карман и подбирает по цвету и узору древесину подходящую для конкретной детали чтобы она не отличалась от изделия все прогоняется вручную за счет опыта и больших объемов получается достаточно неплохо на инструмент не обращайте внимание в этой столярке основную роль выполняют не столько инструменты это люди которые ими работают без специальных приспособлений и инструментов на которых экономит хозяин этой столярки сейчас она защищает поставленную заплатку это предварительная шлифовка после этого еще будут шлифоваться эти детали уже более качественно на других процессах перед сборкой вот что получилось после ремонта практически незаметно место поведения ремонта в этой столярке достаточно большие объемы производства и поэтому работают люди достаточно на высоком темпе достаточно качественный ремонт теперь на место просмола выбирают ножом обычным обувной или садовой точно не столяркой точно не столяркой для ремонта чтобы он был незаметен нужно выбирать место вырезать чтобы начало и конец прорези было начиналось с нуля и заканчивалось острым углом при таком вырезание дефекта незаметно заплатки деталь достаточно большая и будет сохнуть некоторое время чтобы заплатка присохла теперь все зачищается и отправляется дальше по процессу до сборки такого рода ремонты производятся на проявившихся на деталях с проявившимся дефектом при обработке дефекта которые не было видно до фрезеровки чтобы не выбрасывать деталь во избежание чрезмерного расхода материала делать вот такие мелкие ремонты сейчас она заделывает с 8 длинной кармана это один из самых простых ремонтов которые она выполняет при хорошем расположении духа к работе при хорошем настроении ремонты получаются у нее достаточно качественные у нас нужно хорошо подбирать цвет и узор текстуру заплатки чтобы не не отличалась чем лучше подберет тем меньше будет заметна заплатка так фрезером на ровных участках детали выбираются углубления выбираются дефекты на этом месте у меня разводился аккумулятор в камере я снял на мобильный телефон ремонт который она сделала достаточно качественный получился ремонт все кому понравилось ставьте лайк удачи